Живая музыка, игры и творчество. Культурный центр Порт отметил день военно-морского флота фестивалем. Мастер-классы, музыка, детская программа. Все для посещения широкой аудитории. Особенно такие праздники интересны молодежи, ведь площадок для свободного искусства у нас не так много. В Сургуте уже давно существует проблема оттока творческой молодежи, креативной, вот самой активной, так скажем, молодежи. Люди либо после школы уезжают куда-то поступать, либо после университета уезжают. И именно создание такой площадки, как Порт, 6 лет назад, оно и было призвано вот эту молодежь как-то в городе концентрировать, развивать и поддерживать. И в принципе этим мы и занимаемся на протяжении всей нашей деятельности. Программа включала в себя хендмейд, флористику, мастер-класс по каллиграфии, создание тематического сувенира, занятия по йоге и многое другое. И взрослые, и дети нашли для себя что-то интересное, ведь подобные мероприятия – хорошая возможность чему-то научиться и сделать своими руками. Один из самых ярких моментов – живое выступление. Хедлайнером фестиваля стал Федор Ларюшкин из Ханты-Мансийска. Отличное мероприятие, все хорошо организовано. Принравилась каллиграфия очень, музыка здесь хорошая. Настольные игры сейчас являются частью не только морского фестиваля, но и новой молодежной культуры. В настолке уже давно играют не только дети. Выкладывается поле из картинок и также дается вот такая вот карточка, на которой указано, какие картинки соответствуют какому цвету. Есть красный и синий агент, они обозначены соответствующими цветами. Белые карточки – это обычные мирные жители, которые не принадлежат никакой команде. И одна карточка – убийца. Команда, которая первая ее открывает, проигрывает. Порт старается разбавлять жаркие дни интересными мероприятиями. В культурном центре 4 августа пройдет фестиваль уличной музыки «Воздух». Татьяна Ширковская, Сидорова Юлия, Николай Сапожников, Сургут Интерновости.